39 задание. Определите массовые доли в процентах сульфата железа 2 и сульфида алюминия в смеси, если при обработке 25 грамм этой смеси выделился газ, который полностью прореагировал с 960 граммами 5% раствора сульфата меди. Вот эти запишите уравнение реакции и произвести нужные все необходимые вычисления. Соответственно, у нас есть сульфат железа и сульфида алюминия. Мы обрабатываем эту смесь водой. Из этих двух веществ прореагировать с водой может только сульфида алюминия. Это очень здорово, потому что мы из этого можем сделать много хороших выводов. Выделился сероводород, который как раз-таки прореагировал с 5% раствором сульфата меди. Вот таким вот образом. Собственно, уравнение реакции у нас есть. Теперь осталось произвести некоторые математические вычисления, чтобы узнать процентное соотношение в смеси вот этих двух веществ. Первое, что мы можем сделать, это вспомнить или вычислить как угодно малярную массу сульфида алюминия. Она будет равна 150 граммам на моль. Также малярная масса, которая нам еще понадобится, это малярная масса сульфата меди. Она равна 160 грамм на моль. Теперь мы можем узнать, сколько выделилось, мы знаем точнее, сколько выделилось сероводорода, благодаря тому, что он полностью прореагировал вот с данным раствором. Что мы делаем? Мы сначала узнаем, сколько было сульфата меди в этом растворе. В молях, соответственно. У нас было 960 грамм. 5-процентного раствора, то есть 5%, разделить на 100. И все вот это мы делим на 160 грамм на моль. То есть, в принципе, мы могли бы сделать это в два действия, но чтобы не терять времени драгоценного, мы это делаем в одно действие. И получим, что у нас сульфата меди 0,3 моль. Количество сульфата меди и сероводорода одинаковое. Оба по 0,3 моль. А вот количество сероводорода и сульфида алюминия в три раза меньше. Значит, его 0,1 моль. Теперь мы можем вычислить его массу, зная его количество. Масса сульфида алюминия 0,1 моль умножить на его малярную массу 150 грамм на моль. Получается, его было 15 грамм. Всей смеси по условию задачи 25 грамм. Соответственно, железо у нас, масса сульфата железа, 25 минус 15. И она равняется 10 граммам. И теперь последний шаг к решению задачи. Еще раз выписываем. 10 грамм. Масса 15 грамм. А теперь просто высчитываем в процентах от общей массы. 10 грамм на 25 грамм. И вот так. Все это в дальнейшем умножаем на 100%. И получаем соответствующие значения. 40-ое и завершающее задание. При сжигании образца некоторого органического соединения массой 14,8 грамм получено 35,2 грамм углекислого газа и 18 грамм воды. Известно, что относительная плотность паров этого вещества по водороду равна 37. В ходе исследования химических свойств этого вещества установлено, что при взаимодействии этого вещества с оксидом меди-2 образуется кетон. На основании данных условий задания нужно произвести вычисление, необходимое для молекулярной формулы, установить структурную формулу и написать, соответственно, реакции. Собственно, мы можем пока что только догадываться, что это за вещество. Напишем общую формулу. Теперь выпишем все данные, которые у нас есть. В общем, масса этого соединения равна 14,8 грамм. Из этого масса углекислого газа равна 35,2 грамма. И масса воды 18 грамм. Соответственно, можно какие выводы сделать, что весь углерод в углекислом газе появился отсюда, а весь водород появился отсюда. А что останется, когда мы вычтем из массы массу углерода и массу водорода, мы можем узнать, был ли вообще кислород в этом соединении. Соответственно, находим массу углекислого газа. Получается 0,8 моль углекислого газа. И это же означает, что столько же моль С. Дальше. Количество воды. 18 грамм мы делим на ее молекулярную массу. 18 грамм на моль. Соответственно, получаем воды у нас 1 моль. А вот водородов в 2 раза больше, потому что, соответственно, в воде 2 атома водорода. Соответственно, водорода в соединении было в 2 раза больше. Так, что дальше мы с этим делаем? Теперь мы узнаем, сколько было кислорода. Мы берем массу соединения и вычитаем из нее 0,8 моль, умножая, так как мы все в граммах считаем, умножая на 12 грамм на моль. Это масса углерода. И вычитаем 16 грамм на моль, умноженные на 2. Это мы вычтем массу водорода. То есть, вот водород, вот углерод. Получаем что получаем 3,2 грамма. Значит, кислород все-таки был, во-первых, первый вывод. А второе, что нам нужно знать, сколько его было? Для этого мы делим 32,2 грамма на 16 грамм на моль. И получаем, что его было 0,2 моль. Соответственно, отдельно выпишем в итоге, сколько х, сколько у, сколько z. x у нас равен 0,8, y равен 2, и z равен 0,2. Соответственно, пока что у нас соотношение 0,8 к 2 и к 0,2. Это совершенно неудобно, поэтому мы все делим на наименьшее число. То есть, мы все делим на 0,2. И получаем, что у нас, соответственно, кислорода единичка, водородов у нас 10, и углеродов у нас 4. Отлично. Мы получили брутоформулу соединения. Полдела сделано. Теперь, основываясь на относительной плотности по водороду, мы узнаем его молекулярную массу. То есть, точно ли именно в таком соотношении, может быть, в 2 раза больше, в 2 раза меньше, количество углерода, водорода и кислорода. Чтобы уточнить, мы 37 умножаем на 2 грамм на моль. 2 грамм на моль – это молекулярная масса водорода, а 37 – это плотность этого соединения по водороду. Соответственно, мы получаем цифру 72 грамм на моль. Если мы пересчитаем, то у нас действительно выйдет, что масса этого соединения равна 72 грамма на моль. Это значит, что нам не нужно умножать это соединение, то есть, коэффициенты не нужно будет исправлять вот на такие значения. Мы оставляем, как было. Допустим, если бы было в 2 раза больше, то мы бы исправили все. Но у нас замечательная та самая формула, которая нам нужна. Соответственно, молекулярная формула исходит из его свойств. Еще раз перечитаем кусочек задачи. В ходе исследования химических свойств этого вещества установлено, что при взаимодействии этого вещества с оксидом меди-2 образуется кетон. А кетоны у нас образуются из вторичных спиртов. Что это значит? Что у нас есть некоторый углеродный скелет. У нас сейчас два варианта. Это может быть... Во-первых, тут нет двойных связей. Мы можем делать по формуле вывод. Во-вторых, у нас есть три варианта, что это за соединение. Это может быть простой эфир, подходит под эту формулу, и первичный, либо вторичный, либо третичный спирт. Соответственно, так как у нас образовался кетон при окислении оксидом меди, то мы делаем вывод, что это был вторичный спирт. Добавляем необходимое количество водородов. Это наша структурная формула нашего вещества. Ну и, соответственно, давайте посмотрим, как же он стал кетоном. Субтитры создавал DimaTorzok